В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 2850 человек. За сутки выявлено 79 новых случаев заражения. Между тем, не все жители нашего района относятся серьезно к угрозе заражения и продолжают нарушать масочный режим. Субботним утром прошло экстренное заседание оперативного штаба. В Инауле появились новые случаи заражения. Подробности далее в сюжете. В связи с изменениями указа главы Башкортостана от 12 мая жители нашей республики получили некоторые послабления в части режима самоизоляции. Глава региона аннулировал строгие правила пропускного режима, сохранив при этом жесткое требование соблюдения масочного режима. Однако, к нему многие инаульцы по-прежнему относятся с некоторой долей иронии. Между тем, статистика вещь упрямая и за последние дни в нашем районе наблюдается значительный рост возможных носителей COVID-19. Ежедневно сотрудники администрации района проводят рейды и профилактические беседы в торговых точках и парикмахерских. Здесь, так же как и во всех общественных местах, необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим как самим сотрудникам, так и их клиентам. В каждой торговой точке и в точке бытового обслуживания в той или иной мере правила выполняются. Но есть некоторые замечания. На наши замечания предприниматели действуют достаточно оперативно. На наши замечания устраняются, ошибки исправляются. Но акцентируем внимание на том, что если предприниматели, несмотря на наши предостережения, на наши замечания, продолжают нарушать установленные правила, у нас есть возможность составить протокол об нарушении по статье 26.1. И штрафы, хочу отметить, достаточно солидные. Штрафы оформляются как на должностное лицо, так и на самого индивидуального предпринимателя и организацию. Субботним утром на рынке яблоку негде упасть. С двух сторон улицы Ленина расположились садоводы-любители. В тесном соседстве каждый из них норовит побыстрее продать свою рассаду. Здесь же толпятся покупатели, причем не всегда маски закрывают лицо. В таком тесном контакте не исключены новые случаи передачи вируса, отмечают специалисты. Сегодня в рейд вышли и сотрудники полиции. Они составляют административные протоколы за незаконную торговлю на улице. Но расходиться никто не спешит. До 12 часов бойко торговали и в закрытом мясном павильоне. Горожан сюда пускают также только в маске и перчатках. Тем временем администрация рынка попросила всех торговцев и покупателей в экстренном порядке покинуть территорию продуктового рынка. На рынке появился заболевший коронавирусом, дал положительный результат на тест. И подзвонили с администрацией, сказали, рынок закрыть. После чего я вызвал свет станции специалистов по санобработке. Вот сейчас проводится санобработка. Обработан продуктовый павильон, мясной павильон. Так, вещевой у нас не работал и сейчас обрабатывают территорию рынка. Сегодня-завтра точно работать не будет. В понедельник с администрацией городской решим, но там видно будет. Санитарная обработка специальным дезинфицирующим средством прошла на площади более 1200 квадратных метров. Параллельно работали две бригады. Пока одна обеззараживала здание снаружи, вторая обрабатывала все поверхности внутри. Городской транспорт работает в штатном режиме, однако попасть в автобус без маски и перчаток не получится все строго. Усиленный пропускной режим сейчас и в центральной районной больнице. Сегодня она закрыта на карантин. За последние двое суток в Янаульском районе ситуация с COVID-19 ухудшилась. Количество заболевших жителей Янаульского района по инфекции COVID-19 составляет 19 человек. Это подтвержденные случаи, которые прошли подтверждение в лабораториях города Уфы. На сегодняшний день у нас появились 8 новых случаев новой коронавирусной инфекции. И в данном случае мы будем ждать подтверждения или отрицания вот этих новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, у нас есть один умерший, также есть выписанные с выздоровлением, это 6 человек, 59 человек находятся на карантине. Общее количество исследований по коронавирусу составляет 1859 исследований. Никто из нас не застрахован от заражения коронавирусной инфекцией и надеяться на крепкий иммунитет или русский авось не приходится, особенно в масштабах маленького города. Вы можете стать переносчиком заболевания и по вашей беспечности могут пострадать люди. Сохранить стабильность помогут простые правила. Ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции и дисциплина. Алсу Щепотева, Артур Мухаммедшин, Эльмира Хузиева, служба новостей Янаульского телевидения. Ежегодный месячник охраны труда в нашей республике проводится в шестой раз. В этом году он прошел с учетом введенных ограничений и режима «Повышенная готовность». Его главная цель – усиление мер по улучшению и созданию безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма и заболеваний. Повышенное внимание уделялось вопросам сохранения жизни и здоровья работников. В комплекс мероприятий, проводимых в рамках месячника, были включены также и профилактические мероприятия распространения COVID-19 в организациях, а также мероприятия, направленные на повышение культуры труда работников с учетом перехода на дистанционную форму работы некоторых предприятий. Стимулирование работодателей и работников к соблюдению законодательства о труде, что в конечном итоге служит повышению безопасности и комфортности рабочих мест, а значит сохранению жизни и здоровья работников. В этом году участие в месячнике охраны труда, как и в прошлые годы, приняли участие все муниципальные учреждения, все предприятия жилищно-коммунального и сельского хозяйства. В общей сложности охват составил 1535 человек. Организации все предоставили отчет по проведенному месячнику, в котором указали, сколько работников охвачено, какие мероприятия проведены, выявлены ли нарушения и какие приняты меры по устранению выявленных нарушений. Во втором полугодии в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19 будет проведена неделя охраны труда, которая как раз была запланирована на апрель. По поручению главы республики Радия Хабирова Янаульскому району в 2019 году было выделено дополнительное финансирование для асфальтирования центральных улиц города. Сегодня работы по благоустройству улицы Азина находятся на финишной прямой. О том, как за считанные месяцы преобразился Янаул, далее в нашем сюжете. По поручению главы республики Янаульскому району было выделено дополнительное финансирование для асфальтирования центральных улиц города. Масштабные работы в минувшем году прошли на центральной площади Янаула по улице Азина, на участке между улицами Маяковского и Худайбердина, включая площадь и парковочные места. Подрядная организация «Орландское управление содержания промысловых дорог» приступила к работе осенью 2019 года. Вблизи здания и администрации района появились указатели с названием улиц и новая светоотражающая дорожная разметка. Именно здесь проходили в 2019 году самые большие масштабные работы по благоустройству территории и ремонт площади. Сумма контракта вложенных средств именно на этой площади – порядка 26 миллионов рублей. Здесь проведены срезка старого основания асфальтобетонного покрытия и нанесение нового в два слоя. И в дальнейшем нанесена разметка, размещение дорожных знаков, бордюрных камней. И наши подрядчики выполнили здесь большой объем работы. Работы проведены на совесть и закончили в срок. Подрядная организация ТАНЫП провела ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Маяковского на участке от улицы Ленина до переулка Маяковского на общую сумму 7 миллионов 400 тысяч рублей. Здесь проведена срезка покрытия проезжей части, укладка нижнего и верхнего слоя асфальтобетонной смеси, укладка бордюрных камней. Также были выполнены работы по устройству тротуара и остановочных площадок, установки дорожных знаков и горизонтальной разметки термопластиком. Еще один крупный объект расположен на улице Азина, участок от улицы Худайбердина до моста через речку Янаулку. Контрактная сумма объекта составила 16 миллионов 300 тысяч рублей. Здесь также срезан верхний слой покрытия проезжей части, уложен нижний и верхний слоя асфальтобетонной смеси, с двух сторон улицы оборудованы тротуарные дорожки, парковочные места, установлены бордюрные камни и нанесена горизонтальная разметка горячим термопластиком. С работой на работу хожу по этой улице, очень чисто стало, красиво, пока ровный такой красивый асфальт, радует, очень хорошо. Тут, по-моему, еще хотят что-то, какие-то насаждения посадить, цветочки, да, еще лучше будет. Город преобразился очень красиво. Да, я тут живу 44 года и эта улица моя самая любимая улица, так как она родная улица. Изменения, конечно же, есть. Стало очень красиво. Асфальт ровный, тротуары, вот, все побелили. Теперь я каждый вечер тут катаюсь на велосипеде. Да, действительно, на улице Азина стало очень красиво. Новую разметку сделали, тротуары ровненько, деткам удобно кататься на велосипедах, на самокатах. Общая протяженность трех участков – 1920 метров. Горожанам такие изменения облика города пришлись по душе. А вот будет ли он таким же чистым и ухоженным, как сейчас, во многом зависит от культуры самих еноульцев. По статистике, в период летних каникул возрастает количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних на дорогах, в парках, на детских площадках и других общественных местах. Об обязанностях родителей, правилах соблюдения режима самоизоляции комендантского часа, а также мерах наказания в случае нарушения закона, рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Лиана Ипаева. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ, родители и лица их заменяющие обязаны воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в статье 64-65 Семейного кодекса РФ. Родители и лица их заменяющие обязаны заботиться о здоровье своих несовершеннолетних детей при нравственном, духовном, физическом развитии. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию и содержанию влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Хочу напомнить, что на сегодняшний день мы находимся в режиме самоизоляции. Несовершеннолетние лица не имеют права находиться в общественных местах после 20 часов 00 минут до 14 часов следующего дня. В период с 14 часов до 8 часов несовершеннолетний может выходить из дома только в ближайшие аптеки и магазины. Также обязаны одевать маски, то есть вести масочный режим. Если несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, то он будет привлечен к административной ответственности сам. Если он не достиг 16-летнего возраста, то к административной ответственности будет подлежать родитель, то есть законный представитель или лицо его заменяющие. Также хочу напомнить, что в КОАП, то есть в Кодекс административных правонарушений, введена отдельная статья за нарушение самоизоляции. Каждое лицо, нарушившее решение самоизоляции, будет привлечен к административной ответственности. Также напомнить хочу о том, что в период летних каникул большинство случаев, когда несовершеннолетние совершают административные правонарушения, такие как употребление спиртных напитков в общественных местах, также появление состояния алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и другие правонарушения, за которые также несовершеннолетний будет привлечен к ответственности, если он достиг 16-летнего возраста. Также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей будет подлежать к административной ответственности сам родитель. Напоминаю, что к административной ответственности подлежит лицо, достигшее 16-летнего возраста. За уголовную ответственность лицо привлекается уже с 14 лет. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Далее прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. 27 мая ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 23, плюс 25 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная улучшенность местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами шквалистые усиления ветра до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 26, плюс 31 градус. 28 мая. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1918 году учреждена пограничная охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса погранстражи. День пограничника установлен в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск. В мирное время погранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда в боевой готовности. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. В Башкортостане вводятся новые правила самоизоляции. Если вам больше 65 лет или у вас есть хронические заболевания, оставайтесь дома. Дети младше 17 лет не должны быть на улице с 20 до 14 часов. Выходя из дома, наденьте маску, а в общественном транспорте и магазинах еще и перчатки. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы. Берегите себя. Берегите себя.